Вот уже вторую неделю в Одессе продолжают ликвидировать последствия стихии, обрушившейся на наш город 12 октября. И, судя по всему, окончательная ликвидация сдвигается на неопределенные сроки, ибо за чистотой города никто не следит. Везде валяются невывезенные коммунальщиками стволы упавших деревьев, висят оборванные провода, дороги и тротуары заметены мусором. Например, улица Малиновского в районе 10-й больницы выглядит так, словно по ней только что прошел ураган. Вот это дерево валяется на тротуаре уже вторую неделю. То есть, как начало оно валяться прошлую среду, так и лежит до сих пор, чуть-чуть сдвинувшись с проезжей части ближе к пешеходной зоне. А что, ничего страшного, люди ведь могут и обойти. Разумеется, вывести ствол огромного тополя никому из коммунальщиков и в голову не приходит. Но в самом деле мешает оно что ли? Лежит себе тихонько, есть не просит. Рядом с упавшим деревом порванные провода, сиротливо висящие прямо у входа в торговый павильон. За павильоном неаккуратные кучки мусора. То есть, может быть, они были где-то аккуратно сложены, но благодаря ветру уже несло этот самый мусор по всей улице. И убрать его, похоже, дворником не по силам. Встреченный нами комунальщик тщательно обметал вокруг мусорной кучи опавшие листья, что, конечно, выглядело весьма странно. Вроде дворник убирает, а грязью меньше не становится. У самой больницы вообще полная свалка, плавно переходящая в болото. Причем стихии здесь, кажется, вообще ни при чем. Мусор здесь не выносится вообще. Урны не просто давно переполнены. Причем переполнены на несколько метров вокруг. Что, впрочем, ничуть не мешает торговать пирожками и яблоками у больничного забора. Прерытая после укладки коммуникации зеленая зона, конечно, мало напоминает и зеленую, и зону вообще. Такое себе месиво из грязи и недозакопанных труб. На месте, где был остановочный комплекс, теперь припаркованное авто. Сама остановка в перевернутом виде валяется в нескольких метрах от своего обычного места. Как вам эта остановка, которую никто не поднимает? Ну как? Так и стоит, никому не нужно. Уже почти две недели одна на прилет. Да, наверное, больше. А чего же никто обратно не поставит? Ну, как вам сказать. Тот, кто перевернул, видно, на ему мешало, надо было въехать, оставить. Не нашлось желающих. И что же теперь людям делать? Вообще остановки не стало, там машины припаркованы. Ну, люди идут на следующую остановку, потому что тут ничего не видно, остановка или нет. Вообще-то, наверное, такое своеобразное ноу-хау от наших чиновников. А что? Ведь если есть лежачие полицейские, почему бы не быть лежачим остановком? Очень удобная, да. Лежа даже можно ожидать без проблем. Да, конечно, посидеть можно на ней. Полежать? Полежать. Как вам лежачая остановка? Ужасно. Все ужасно. Когда же будет хорошо? Хорошо. Вот сколько лет я живу и все мечтаю, что будет замечательно. А все к ужинку? Я с вами согласен. Как тебе лежачая остановка? Уже долго, я не знаю. А удобно на такой остановке? Нет. А что бы ты сказал тем, кто должен это исправить? Чтобы они побыстрее это все исправили. А то ходить невозможно. И сидеть невозможно. Да. В общем, то ли стихия виновата, то ли с ликвидаторами что-то не так. Да только в отдельно взятой улице Малиновского усилиями городских властей организован настоящий свинарник. Как говорится, все во благо одесситов. Продолжение следует...